В Чите открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года. Подробнее расскажем сегодня в международной программе «Середина земли». Восстановим лес. В Бурятии активно ведется посадка деревьев. Подробности смотрите в программе «Середина земли». Экспонаты выставки работы пограничников 2015 доказали, что стражи границы Монголии – талантливые и творческие люди. Подробности в «Середине земли». В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции начнем с новостей Забайкальского края. О них вам расскажут корреспонденты из Читы и я, Яна Ершова. Здравствуйте. 19 лет строгого режима. Краевой суд сегодня огласил приговор Андрею Борисевичу – убийце-таксистки в поселке Карымское. Убийство женщины Андрей Борисевич совершил ночью 8 марта. В центре поселка Карымское он сел в автомобиль к 30-летней Татьяне Абрамовой. Назвал сначала свой адрес, но потом передумал. Когда машина оказалась на окраине поселка, преступник напал на женщину, ударив ножом. Татьяна выскочила из машины, пытаясь спастись, однако преступник догнал ее и ударил еще четыре раза. От полученных травм таксистка, мать двоих детей, скончалась на месте. В признательном совершении преступления предусмотрен пункт В, часть 4 статьи 162, пункт З, часть 2 статьи 105 от Уголовного кодекса РФ с назначенным наказанием в виде лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Что удивило следователей, ну и удивит любого человека, это беспрецедентное равнодушие осужденного к человеческой жизни, который буквально на следующий день рассказал своим друзьям о том, что убил женщину. А также циничность его друзей, которые первым делом, после того, как узнали, что у их друга теперь есть машина, владелицу, которую он убил, первым делом предложили ему съездить за наркотиками в соседний район. Буквально через несколько часов после совершения преступления к Борисевичу приходили сотрудники полиции, спрашивали, не причастен ли он к убийству. Он ответил, что не причастен и через несколько буквально минут поехал на машине убитой им женщины в соседний район для заготовки наркотиков и был задержан этими же полицейскими. 21-летний убийца свою вину полностью признал. Кроме назначенного срока в 19 лет строгого режима, суд постановил возместить материальный ущерб за разбитый автомобиль в размере 148 тысяч рублей и моральный ущерб матери и мужу погибшей женщины по полтора миллиона рублей каждому. Марина Герасимова, Сергей Рычков. Середина земли, Забайкальский край. Недаром помнит вся Россия. Выставка с таким названием открывается сегодня в Краевеческом музее. Она посвящена Отечественной войне 1812 года. Экспонаты в Читу привезены из фондов Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Названная строкой из Лермонтовского стихотворения «Бородино» выставка включает предметы времен Отечественной войны 1812 года, которая стала кульминацией целого исторического периода. На выставке представлено до 140 предметов. Можно обратить внимание на литографии, которые выполнены с рисунков французских художников, которые находились во французской армии, в армии Наполеона и участвовали в сражениях. И каждое событие, сражение или бытовые какие-то сцены они отображали, конечно, в такой аллегорической манере для того, чтобы воспеть силу, могущество европейского завоевателя Наполеона. Литографии и картины занимают немало места на выставке. Это графические работы художников 19 века и наших современников. Здесь и образы великих военачальников. Например, Давыдов, Раевский, Уваров. Среди вещей мундиры, патронные сумки, головные уборы солдат. Все эти экспонаты подлинные. А ядра, осколки гранат и пули были найдены на месте Бородинской битвы. Познакомиться с выставкой «Недаром помнит вся Россия» чатинцы смогут до 20 ноября. Организаторы запланировали обзорные и тематические экскурсии. Жители Бурятии предупреждают о нашествии медведей. По оценке специалистов охотничьих хозяйств Бурятии, по большей части районов республики отмечается слабый урожай кедрового ореха и дикоросов. В итоге от голода хозяин тайги может выйти к людям. Особый дефицит даров природы в пострадавших от лесных пожаров районах республики. Что предпринимают власти, чтобы обезопасить жителей Бурятии от встречи с медведем, расскажут наши коллеги из Улан-Удэ. Здравствуйте, коллега. Обо всех случаях появления медведя вблизи жилья человека необходимо срочно ставить в известность Бурприроднадзор, глав администрации районов республики, МВД, МЧС и охотничьих хозяйств на местах. Для отпугивания и предотвращения нападения на людей и домашних животных. Специалисты даже разработали специальную памятку. Сейчас она бесплатно раздается местному населению. Теперь к другим событиям. Восстановим лес Бурятии. Горячее лето отняло в республике почти 700 гектаров леса. Сегодня десятки добровольцев отправились на поля, чтобы восстановить утраченное. В Торбогатайском районе было высажено более 60 тысяч деревьев. Подробнее Елена Темникова. Рабочие, студенты, лесники. Десятки активистов вышли в поле на общественно важное дело. Они высадили 60 тысяч сеянцев на площади 20 гектаров. Это первая такая масштабная ация в этом году. Конечно, основные мероприятия будут проведены у нас весной на будущий год, в 2016 году. То есть мы будем также заниматься лесовосстановлением, искусственным лесовосстановлением, с привлечением организаций, общественников, чтобы они приняли участие в этой акции. Кроме взрослого населения, к посадке деревьев будут привлекаться студенты, школьники и даже детсадовцы, чтобы ребята съесли и понимали важность бережного отношения к лесу. Тем более посадить дерево в силах даже малышу. Технология посадки очень проста. Мечом Колесова делается небольшая лунка. В нее опускается двухгодовалый сеянец. Все это тщательно утрамбовывается. И по истечению 10 лет можно получить вот такое вот дерево. Категорию ценных насаждений сеянцы смогут получить только через 120 лет. Но страшно не это, а то, что не вся выгоревшая площадь подлежит восстановлению. Возобновить удастся только площади, горевшие верховым огнем, и леса с большой интенсивностью пожаров. Больно было ему смотреть на данное состояние. Ну поэтому, когда акцию объявили, на сомнение даже не возникло участвовать в этом мероприятии. Надеюсь только, что все приживется и вырастет. И потом будут наши дети тут грибы собирать и говорить, мам с папой лес сажали. На этом акция по восстановлению леса не закончится. В следующем году отряд добровольцев посетит все районы Бурятии. Хочешь поставить машину в центре города? Заплати за парковку. Накануне в администрации Улан-Удэ вновь подняли вопрос о взымании платы за стоянку. Речь идет о парковках в центре города. Пока, правда, предложение на уровне проекта, но задача уже включена в план развития столицы Бурятии. Ее реализация намечена на следующий год. Тему продолжит Зоя Цединишеева. Центр города перегружен потоком машин. Автолюбители паркуются на обочинах, как придется. Порой в четыре ряда. Все это плохо сказывается не только на облике города. Растет напряженность на дорогах. Вот когда вот срочно куда-то что-то надо, допустим, подъехать к главпочтам, куда мы срочно что-то, что-то пакет передать, там посылку забрать, но некогда припарковаться. Вот приходится его нарушать. И вот если будет платное, вот действительно люди будут подъезжать только по необходимости, не мешая общественному транспорту. В целом, судя по опросам горожан, улан-уденцы готовы платить за цивилизованный подход к парковочному вопросу. Но с условием, если цена за место не будет бить по кошельку. Мне кажется, можно, почему нет. Очень дорого. Платные парковки, наверное, будут за порядком следить. Кто будет, ну, деньги собирать за это. Ну и бюджет пополняться, наверное, будет. Все, наверное, так пока. То есть в этом вы видите определенный плюс? Да. Цена за одно парковочное место пока не определена. Но если в Москве стоянка обходится водителю в сумму от 100 рублей в час, то в Улан-Удэ, по мнению властей, желательно установить символическую плату в 20-30 рублей. К тому же не обязательно с первого часа парковки, а с последующего. Администрация города проанализировала ситуацию на дорогах и разработала проект по созданию единого парковочного пространства. Схема организации парковочного пространства базируется на применении оборудования и программного обеспечения, позволяющего без персонала, парковщиков и ограждения парковок осуществлять оплату пользования парковкой посредством паркоматов и мобильных устройств, а также осуществлять контроль за оплатой парковки и применять административные меры с помощью передвижных комплексов фото-видеофиксации. Следить за порядком будут сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы смогут выписывать нарушителям штрафы за неоплату места. Но для этого необходимо внести изменения в республиканский закон об административных правонарушениях. Вскоре инициативу вынесут на рассмотрение депутатам Народного хурала. А пока планируется, что сумма собранных штрафов пойдет на развитие города. Нам нужно будет выходить с предложением, уважаемый Олег Георгиевич, на главу республики, потому, чтобы штрафные санкции, те, которые будут собираться штрафы, чтобы они или в виде субсидий, или в виде каких-то других дополнительного финансирования поступали в бюджет муниципальный. Первые места размещения платных парковок на 700 машин уже определены. Их общие границы следующие. Вокруг площади Советов, в районе торгового центра «Сибирь», вокруг гостиных рядов и улицы Балтахинова. На оборудование парковочного пространства уйдет 21 миллион рублей. Расходы республика и город планируют разделить пополам. Образцово-показательный духовой оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Монголии принял успешное участие в Третьем Сахалинском международном фестивале военных оркестров. С подробностями нашей коллеги из Монголии. Здравствуйте, коллега! Сахалинский международный фестиваль военных оркестров проводится в целях содействия патриотическому воспитанию молодежи, формирования традиции совместного выступления военных оркестров разных стран в честь окончания Второй мировой. В фестивале участвовала монгольская делегация под руководством начальника отдела Департамента по управлению и деятельностью при Генштабе Вооруженных сил полковника Бацахина, в состав которой вошли образцово-показательный духовой оркестр Генштаба Вооруженных сил Монголии и военный ансамбль песни и танца. Официальные мероприятия Третьего международного фестиваля военных оркестров Спасская башня на Сахалине начались с возложения цветков и венков к Вечному огню Мемориала Славы. Ну а теперь о самых интересных новостях столицы Монголии расскажут мои коллеги и я, Мунхбояр Эныхболт. Пограничники Монголии стоят не только на страже границ своей родины, но успевают в свое свободное время заниматься творчеством, осваивая гражданские профессии. На выставке, открытой на площади независимости, «Работа пограничников-2015» представлены различные изделия и предметы, сделанные руками пограничников. Подробности прямо сейчас. Выставка работ пограничников еще раз подтверждает, что если человек захочет выделить много свободного времени, он сможет достичь высоких результатов. Пограничники, кроме ежедневной своей службы на границе, в свое свободное время занимаются творчеством и другими полезными работами. Например, смастерили для своей части полезные и нужные вещи. Выращивают овощи. На выставке, представленных в качестве экспонатов, начиная от редких лекарственных трав с заготовленными стражами границы, одежда, обувь, даже овощи, выращенные на участке военной части. Военнослужащие пограничной 0,1 и 0,8 части разводят перепелок и употребляют в пищу их полезные яйца. Я впервые узнал о перепелке из интернета. Во время японской войны проводились исследования, которые доказали высокую продуктивность и полезные качества перепелиных яиц. Некоторые имеют свойство быстро удалять из человеческого организма вредные вещества. Кроме этого, яичная скролпа перепелиных яиц состоит из 90% кальция. Открытие первой выставки, посвященной творчеству военнослужащих пограничной службы, было приурочено в рамках празднования 82-х летия создания пограничной службы в Монголии. Участники выставки и пограничные отряды, стоящие на рубежах своей страны по своей границе, представили свое прикладное искусство, в которых отразился национальный колорит регионов. Мы начали готовиться к этой выставке с июня. Привезли на выставку самую лучшую продукцию, которую мы стерили в свое свободное время по специально разработанному графику. Личный состав пограничной 252-й части представил мебель для юрты собственного производства. При этой части последние два года работают деревообрабатывающие предприятия, на котором производят различную мебель и снабжают остальные военные части. Мы пытались на этой выставке показать, что наши пограничники защищают не только свою родину, но выращивают овощи, разводят скот, который насчитывается более 100 тысяч голов, и тем самым полностью снабжают мясом и овощами, но и к тому же, что это и творческие люди. Выставка, которая будет работать в течение двух дней, посетители смогут приобрести мебель по низкой цене. Ежегодно в городе Улан-Удэ проходят дружественные монголо-российские соревнования по плаванию среди детей. А в этот раз турнир прошел в Ламбаторе. В традиционных соревнованиях участвуют более 20 детей по 5-ти возрастным категориям. Весной этого года в городе Казани прошел чемпионат мира по плаванию. Во время проведения чемпионата организаторы дружественных соревнований по плаванию из Улан-Удэ договорились с главой Монгольской Федерации по плаванию, провести нынешние соревнования по плаванию среди детей в Монголии. В этот раз в соревнованиях участвуют более 20 спортсменов из Монголии и России. Эти соревнования кто-то увидит и посмотрит, что дети соревнуются, приходят учиться плавать здесь у вас в Ламбаторе. Я думаю, сюда дети будут приходить и тоже учиться плавать. Что отрадно, монгольские спортсмены юные тоже не отстают от российских ребят. Но желательно на будущий год мы планируем эти соревнования провести уже в Хухотто Китаем. Федерация плавания Бурятии, Монголии. Совместно с Центральным плавательным бассейн выходит на международный уровень для проведения этих соревнований. В соревновании участвуют юные спортсмены из городов приграничных регионов Улан-Удэ, Иркутска, Уссурийска, Владивостока. Несмотря на юный возраст, большинство из них имеют многолетний опыт и опыт участия в международных соревнованиях. Российские спортсмены говорят, если монгольские спортсмены еще больше усовершенствуют технику плавания, то они смогут достичь еще более высоких результатов. Спортсмены нашей юношеской и детской сборной в возрасте от 8 до 7 лет тоже показали высокие результаты. В состав команды вошли и опытные спортсмены, имеющие опыт участия во многих соревнованиях, в том числе и международных. Я учусь в четвертом классе школы номер 22. Занимаюсь плаванием последние два года. Я очень стараюсь и постоянно разрабатываю свою технику. Плавание полезно для здоровья. Я успешно участвовала в последних трех чемпионатах страны. Спортсмены и тренеры российской команды впервые приехали в Монголию. Наряду с участием в соревнованиях они знакомятся с достопримечательностями города Уламбатора. Организаторы в дальнейшем планируют проводить соревнования не только в России, но и в Монголии. Ценсурен Энгбелек. Середина земли Монголия. Элитных авто компаний со всего мира представили в Пекине. На открытии выставки побывали и наши корреспонденты. Хендай. Популярная марка в Китае. Но автомобиль этой компании принято считать уделом среднего класса. Для изменения стереотипа производитель представляет авто VIP уровня. Новая модель Генезис. На китайский рынок автомобиль поступил не так давно, но уже пользуется популярностью у состоятельных пекинцев. Причина успеха – высокие технологии. Наш автомобиль очень умный. Например, с помощью мобильного приложения клиенты могут заранее включить лампы и кондиционер. Внутри машины специальный прибор для наблюдения за качеством воздуха. Если показатель концентрации двуокиси углерода достигает определенного уровня, автомобиль автоматически начнет очищать воздух внутри. По сравнению с Мерседесом, БМВ и Ауди, корейские и японские марки отличаются высоким уровнем интеллектуальности и интерактивности. Не меньше усилий в привлечении клиентов приложил и французский автогигант Citroen. Компания представила на выставке автомобиль бизнес-класса DS5. Для китайского рынка производитель разработал специальную версию. Новая модель DS5 поступила на китайский рынок только 4 сентября этого года. В Китае при покупке автомобиля люди высоко оценивают показатель по расходу топлива. Поэтому мы специально повысили возможности энергосбережения. Расход топлива для китайской версии составит примерно 8,4 литра на 100 километров. Это на 4-5 литров меньше, чем у европейского аналога. Кроме техновинок, на выставке представлены традиционные модели Rolls-Royce, Miserati и Lamborghini. Канадская компания Bombardier презентовала в Китае две модели снегоходов. Производитель уверен, после того, как Пекин завоевал право проведения зимней Олимпиады, этот товар будет востребован. В Шанхае завершилась ярмарка, посвященная традиционным видам китайского искусства. В ней приняло участие рекордное количество школьников. Детям рассказали об основах древней национальной культуры и провели различные мастер-классы. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. Аппликации из бумаги, каллиграфия, флористика и еще десятки видов деятельности. На ярмарке традиционного искусства Китая школьники могли выбрать себе занятие по душе. Здесь, например, проходит чайная церемония. Детей обучают древним традициям чайпития. Чайная церемония – это интереснейший и важнейший вид китайского искусства. Мы надеемся, что старшеклассники здесь смогут овладеть им сами и обучить младших школьников. После посещения ярмарки многие школьники признали, что теперь будут уделять больше внимания традиционным видам искусства. Мы узнали, чем занимались и наши бабушки, и дедушки, когда были молодые, о чем мечтали. Это очень интересно. Организовать ярмарку помогали десятки волонтеров из числа старшеклассников. Для молодых людей это хорошая возможность больше узнать о национальном культурном наследии. Я провожу экскурсию для младших школьников по нашей ярмарке, чтобы они смогли найти себе здесь занятие по душе. Они с удовольствием участвуют в различных акциях вместе со своими родителями. Я думаю, это говорит о том, что традиционные китайские виды искусства по-прежнему очень интересны и популярны. Этот вывод подтверждают данные Шанхайского бюро образования. Все больше школьников выбирают для обучения занятия, посвященные традиционным видам китайского искусства. Классика по-прежнему в моде. И у меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова